приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы с ларисой хотим поделиться с вами рецептом аналога очень известного ирландского сливочного ликера бейлис мы немножко поэкспериментировали лариса была главным дегустатором и пришли к выводу что этот рецепт но во всяком случае мы от оригинала не отличили я думаю что и вам очень понравится и вы не сможете отличить от оригинала но если отличить это то вы очень хороший ценитель ликеров и в том числе бейлиса первую очередь хочу рассказать о основной составляющей нам понадобится водка классический бейлис имеет спиртуозность 17 18 процентов спирта для этого нам понадобится пол для этого рецепта пол литра водки но дело в том что я люблю ликеры более крепкие ну вообще у меня там свои свои взгляды на вещи поэтому данном случае чтобы получить ликер спиртуозностью 30 процентов у меня был ректификат спирт я его развел до спиртуозности 60 процентов то есть если вы используете обычную водку или там какой нибудь спирто содержащий раствор например самогонку или свой ректификат развели до спиртуозности 40 градусов то вы получите как раз классическую спиртуозность ликера 17 18 процентов спирта если хотите покрепче можете действовать так как я ну вот рассчитываю что из 60 градусного разведенного спирта у меня получится ликер спиртуозностью 30 процентов у меня будет огромное количество ингредиентов поэтому проверить это будет практически нереально итак друзья что же нам понадобится как я уже сказал пол литра водки вот такая вот баночка этой и риски это вареная сгущенка то есть можно купить обычную сгущенку проварить ее но тогда есть риск отмывать кухню от как это сказать и зарвавшиеся банки вот далее нам понадобятся сливки растворимый кофе ванильный сахар и самый главный ингредиент яичные желтки друзья в описании видео пошаговый рецепт приготовления и количество ингредиентов исходя из литра ликера по поводу этого ликера хранится он холодильнике то есть хранить его вот при обычной температуре нежелательно срок хранения 3-4 месяца поэтому большими порциями готовить его не стоит то есть вот эта вот порция ну так как у нас некоторые мероприятия впереди типа там дней рождения и всего остального то как раз получится у меня литр ликера на все мероприятия собственно говоря с головой хватит и так давайте приступим при приготовлении начнем с яичных желтков отправляем их емкость в которой будем готовить наш ликер один желток не хочет полностью отправляться но мы-то его заставим у нас есть опыт желтки разрушены теперь сюда же сейчас перемещу всю и риску или вареную сгущенку когда имеешь дело с вареной сгущенкой очень большой риск не соблюсти пропорций потому что пока ее перекладываешь съесть можно в два раза больше очень переместил в баночку отправляем сюда ванильный сахар и все это перемешиваем после того как перемешали но не перемешали даже взбили яичные желтки со сливками кстати здесь пол литра кофе вернее не с не со сливками со сгущенкой берем 400 миллилитров сливок пол литровый этот пакетик 100 миллилитров отливаю остальное сюда и сюда же растворимый кофе он придаст некоторый аромат и цвет напитку еще раз хорошенько добавляем в полученный напиток наш основной ингредиент еще раз хорошенько все перемешаем и отправляем наш будущий бейлис в холодильник дня на два для того чтобы хорошенько стабилизировался вкус а после этого друзья разольем его по бутылкам и продегустируем через два дня можно приступить к разливу взбалтываем нашу бейлис подходящую бутылочку вообще конечно хорошо было бы оригинальную бутылочку ликер получился достаточно такой по консистенции по-моему идеальный то есть он густовастенький тянучий или тянущийся обязательно красивую этикеточку наклеим у нас же на праздник ликер будет ссылку на скачивание этикеток пустых без моего вот этой надписи просто самой этикеточки найдете в описании видео потом в любом редакторе типа фотошопа можно вписать название вашего алкоголя домашняя винокурня остается вписывайте если хотите чья на название своего алкоголя и чудесная этикетка кстати ссылку на бумагу которая покупал на алиэкспресс тоже оставлю в описании видео ну и конечно же дегустация дегустация это наше все попробуем что у вас получилось по консистенции супер ликер такой густоватенький именно как настоящий ликер по запаху по моему идеально легкий аромат кофе вот придал легкий аромат и такую как сказать горчинку запаху может быть пахнет отлично по вкусу друзья тоже супер конечно он немножко крепковат по сравнению с аналогом но я так и хотел приготовить то есть вот рецепт в описании который текстовый написан получится спиртуозность именно как у аналога как у оригинала прошу прощения ну что друзья были судался и надеюсь что вам этот ликер понравится ваше здоровье действительно ликер получился но я не знаю нету к сожалению оригинала если поставить рядышком бутылочку оригинала и сравнить наверняка отличия бы были так по памяти я отличий не могу отличное послевкусие кстати такое приятное но в общем я доволен я же говорю я думаю что вы тоже будете довольны готовится просто и я думаю повод на какой-нибудь праздник любимой женщине или супруги или просто к столу гостям приготовить домашний бейлис и уголь удивить удивить ваших гостей удивить ваших близких друзья если какие-то вопросы после видео останутся пожалуйста в комментариях задавайте на все вопросы конечно же отвечу ну и не забудьте поставить лайк подписаться на канал а я вместе с ларисой готовлю для вас новые ликерчики и колбаски и сырочки в общем будет интересно оставайтесь с нами пока